На самом деле, вот недавно в Казани и с участием премьер-министра Турции Елды Рэма и президента Республики Татарстан Рустема Мениханова и первого президента Республики Татарстан Ментимера Шарипевича Шаймиева был открыт памятник Садриму Ксуди. И вот я вспомнил фразу Садриму Ксуди выступления в Госдуме, по-моему, 1909 год, что самое лучшее, что сделала российская власть, это прекратила междоусобные войны. И действительно, когда мы говорим о Казанском университете и о традиции императорских академий и о традиции империи, наверное, роль этого большого государства, прекращающего войны, очень велика. Почему мы обращаемся к этому опыту? Потому что, я думаю, вы знаете многие, что в этом году была очень большая дискуссия в странах СНГ, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, по поводу туркестанского восстания. Вышел светсборник о фонде Марджиани. И действительно, вот подход, когда, так сказать, татарские элиты делали все возможное для достижения гражданского мира в Российской империи, наверное, вот этот опыт тоже стоит вспоминать. Вопросы и реплики, пожалуйста. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Да, представляйтесь только. Меня зовут Джамшат Муслимов. Я не из научной среды, я из бизнеса. У меня сейчас, ну так как часто очень вплотную взаимодействуем с мусульманским сообществом, можно говорить, что с полей, да, у меня складывается такое впечатление, вот наблюдая за выступлениями, что мы часто говорим о болезни, не говорим о здоровье. Ведь есть огромный слой мусульман, которые не приняли такую радикальную сторону, насильственные способы и так далее, по принципиальным соображениям. И ведут, будь то это социальные проекты, они есть, будь то это бизнес-проекты, образовательные проекты, они есть. Причем они отдают четко, отдают отчет о своей мусульманской идентичности, исследовании исламу, да. Это как бы радикализм, да, но со знаком плюс, но со созидательной такой, со созидательной составляющей. Нас насквозь вы не видите, уважаемое научное сообщество. Вы нас не изучаете, может быть изучаете, но об этом сейчас вообще речи нет. Вы говорите о болезнях. Тут было сказано, что если человек нашел социальный лифт, да, он скорее всего не пойдет на такие, ну если он психологически не, скажем, подточен под это, да, скорее всего он не пойдет в эту сторону. Но работа делается, мы делаем, мы занимаемся, может не так организованно, делаем ошибки, наверное, да, но хотелось бы узнать объективную информацию. Хотелось бы, чтобы нас изучали и говорили, где мы ошибаемся, где мы спотыкаемся. И у меня есть определенное подозрение, дилетантское подозрение. Мы знаем, вы, специалисты, очень хорошо знаете историю Ихвана и Муслимин. Они тоже начинались с социальных проектов, они тоже начинались с благотворительностью. И, соответственно, у спецслужб очень, это как бы понятно, возникают подозрения. Востоковеды им тоже говорят об этом. Будьте осторожны, Ихвана и Муслимин так тоже начинали. Но если посмотреть историю, изначально у этих братьев-мусульман в ДНК было политическая составляющая, вопрос власти, вопрос независимости, это было изначально у них. Нельзя сравнивать социальные проекты тех времен и той страны с теми социальными проектами, которые сейчас возникают. Я сказал только о своем подозрении, просто по своим наблюдениям, как к нам подозрительно относятся и к бизнесу, и к бизнес-среде, и к такому социальному проекту. Дай Бог, что я ошибаюсь, что этого нет. Но я бы хотел подытожить, больше обращали внимание к вопросам здоровья и профилактики, а не только болезни. Потому что болезнь, я завершаю, извиняюсь, потому что болезнь, деструктив, это природное явление, это энтропия. Оно само собой происходит. А созидательная вещь, это требует труда, это требует системного усиленного труда. Вот я бы хотел, чтобы вы на это обратили внимание. Спасибо. Действительно, я бы сказал, что реплика дилетантская. Я бы просто посоветовал представителям мусульманского общественного движения побольше изучать труды классиков и российской мусульманской общественной мысли, и современных исламоведов. Еще какие-то вопросы, реплики? Можно реплику так? Да, раз уж тогда. Леонид Рудольфович. Да, Леонид Рудольфович, Кианин, высшая школа экономики Москва. Но в выступлении... В выступлении Василия Александровича были затронуты интересные проблемы, а еще не менее интересные оказались незатронутыми, как они включаются вот в это поле. Понимаете, ну давайте скажем так, опять же, если уж мы будем использовать такой вот профанный взгляд вот дилетантский. С исламами, с мусульманами, если вот спросить людей на улице, ну в Казани, может быть, мы получим немножко другой ответ, а в целом по России. С исламами, с мусульманами ассоциируется толерантность, мягкость, обходительность, уважительность или некая жесткость, а может быть даже насилие. Я думаю, что мы получим ответ вполне определенный, что, скорее всего, люди будут склонны рассматривать и оценивать ислам как лицо или как такой носитель вот этих вещей. Удивляться этому не стоит, оно не на пустом месте действительно формируется такое представление. Поэтому тема очень интересная, но если мы повернем немножко по-другому, ведь у Василия Александровича было прямо сказано в арабской политической культуре, не в исламской, хотя он апеллирован, например, к Маварди. Маварди – это классик, это догматическое изложение концепции калифата, такой догматической картины, которая даже в тот момент, когда Маварди создавал свой трактат, ничего подобного уже в реальности не было, да и не было даже практически никогда. Это было некое догматическое, так сказать, вот такое вот представление об идеальном государстве. Есть ли линия вот такая, скажем, нацеленная на, скажем, ну, условно говоря, насилие, легитимная или нелегитимная в исламе? Ну, конечно же, существует. Хорошо мы знаем, какие существуют преступления, наказываемые жестко, смертной казнью, членовидительские наказания, которые с точки зрения современного человека выглядят жесткими, жестокими. Они существуют, они есть, и никуда от этого трудно, трудно куда-то деться, понимаете? Легитимное насилие. Я ещё могу вам привести пример. Если вы почитаете любые современные учебники для исламских учебных заведений, зарубежных, Алясгара, саудовских университетов по международным отношениям в исламе, своеобразное международное исламское право, посмотрите главы, в каких случаях возможно легитимно использовать вооружённую силу. Там будет написано, что для борьбы не только с агрессией, это одна точка зрения, но есть и другая, с борьбы с неверием, она никуда не делась, она существует. И носителем её являются многие идеологи вот того же самого исламского радикализма, экстремизма. Такая точка зрения существует, и она находила своё подтверждение в истории многократно. Поэтому это есть. И поэтому не стоит удивляться, что некоторые исламоведы, известные, авторитетные, делают вывод об эндогенном радикализме ислама. Эндогенный радикализм ислама, по сути дела, означает эндогенное насилие, агрессивное насилие ислама, если так вот сказать. Я не разделяю эту точку зрения. Я считаю, что столько же есть оснований говорить об эндогенном радикализме, как и о эндогенном толерантности ислама. Эндогенным является плюрализм ислама. Вот это эндогенная его черта. А уж там можно найти и то, и другое. Ещё один. Ну, вместе с тем, в исламе, а я занимаюсь фикком, там особенно-то ярко видно, можно найти прямо противоположное начало, которое прекрасно доказывается. Ну, например, лояльность властям. Если кто-то говорит, что ислам – это революция, и сегодня воспроизводилась у нас на пленарном заседании, то можно противопоставить как раз другую линию, абсолютно лояльность властям. Ислам в этом смысле лояльный. Он не внесистемен в этом отношении, а наоборот. Склонность к компромиссам, мировые соглашения, любой спор, почти что любой спор должен начинаться с попытки найти мировое соглашение между спорящими сторонами. Это вот краеугольные азы исламского правосудия, понимаете? Это тоже существует. Поэтому есть и одна другая, и черта другая. Есть ещё один очень важный момент, и я на этом, наверное, закончу. Очень многие вещи, которые формируют отношение ислама, его оценку, идут не от ислама, а от адатов и обычаев, не исламских, часто противоисламских. Ну, например, убийство чести так называемой, да, она, килинг, к шариату они не имеют никакого отношения. Кровная месть, прямого отношения к шариату они тоже не имеют, потому что шариат борется с кровной местью. Но они формируют отношение к исламу, потому что в широком общественном мнении они прямо характеризуют, характеризуют, характеризуют ислам. Ну и последний очень момент. Может быть, это было уместнее сказать при обсуждении вот первого нашего выступления, ну и сейчас, наверное, будет кстати. Понимаете? Дело в том, что практически все идеологи, пытающиеся обосновать экстремизм, терроризм, там, ссылками на ислам, и даже те, кто примыкают к этим отрядам, во многом вполне возможно, я так допускаю такую мысль, движим мы факторами внесистемности ислама, желание противопоставить себя эстеблишменту, который противен, неприятен им, неприемлем им, противопоставить себя эстеблишменту. Понимаете? Эта линия очень сильна у тех, которые видят в исламе это самое главное начало. Нехорошо упоминать, может быть, людей, ушедших из жизни, но вспомним основные тезисы Гедара Джамаля, который совсем недавно ушел от нас, да? Ведь у него идея была такого, о каком нахождении взаимоотношений с российской властью вы говорите, профессор, он мне помнится, обращался, когда ислам в принципе по своей генетике внесистемен, революционен, он не признает ни одну человеческую власть, не только российскую, американскую, но и бангладешскую, пакистанскую, там, любой страны, в принципе. Вот, понимаете, когда мы пытаемся найти альтернативу эти взгляды, мы как раз должны видеть вот эту очень важную вещь. Как мы мыслим себя, ислам? Как часть порядка российского, международного, мирового, пусть со своими позициями, со своими недовольствами какими-то, со своими альтернативными взглядами, либо как антивнесистемную вещь. Это что? Действительно, внесистемное – это, в общем-то, носитель насилия. Системное – это, значит, уже совсем другой код, который будет превалировать. Поэтому, мне кажется, тема, поставленная в выступлении Василия Александровича, очень интересна и заслуживает, по-моему, продолжения исследования по очень многим разным аспектам и вызывает желание порассуждать по сюжетам, которые прямо не были затронуты автором, но провоцирует участников дискуссии на то, чтобы увидеть что-то там и ещё. Спасибо. Большое спасибо, Леонид Турдорович. Только я думаю, что в завтрашнем своём докладе Вы как раз расскажете про ту традицию, где ислам не является частью того, что называется «Тартиб порядок» и то, что «Аллаху масса берин». Василий Александрович, пожалуйста. Да, спасибо. Я очень коротко хотел ответить, что я, когда название дал, я специально написал об арабских политических культурах. Мне кажется, что очень важно, здесь очень важен такой момент, когда мы говорим всё-таки о насилии, там, легитимное, нелегитимное и так далее, мы должны очень чётко сказать, что сама проблематизация насилия – это ведь недавний феномен. В европейской культуре, в европейской философии, в христианской философии вы не найдёте проблемы, чтобы насилие становилось проблемой, предметом рассмотрения до Канта и Гегида. Ну, не было этого, это не волновало, это не волновало ни античных философов и так далее. Поэтому и всё, что мы делаем после этого, всё, что мы делаем сегодня, проблематизируя насилие, мы это делаем как бы уже постфактум. И то тоже касается вопроса системности, мне кажется, что ислам слишком велик и слишком огромен, чтобы рассуждать о нём как о системной или антисистемной силе. Он существует вне этих критериях. Мы можем его интерпретировать так или иначе, но мы можем его интерпретировать и так, и так, и так. Поэтому плюралистично. Может быть, я ошибаюсь? По-моему, так. Так, пожалуйста, сначала вы, потом она. Да. Давид Уган-Нисян или Алан Нисян, Ереванский государственный университет. Я хотел бы сказать, что на самом деле насилие и культура, наверное, можно говорить, но насилие и цивилизация – это совершенно другая тема уже. И когда мы говорим о современном состоянии Ливии и Сирии, мы говорим о разрушении тех цивилизационных инструментов, систем, на базе которых действовал договор. То есть разрушение системы приводит к разрушению договора, и тогда всплывает на поверхность уже множество форм насилия. Это не только те две формы, о которых вы упомянули, но это и очень разного типа и разных форм проявления насилия. Я имел возможность, ну, не то чтобы проводить опросы, но беседовать со многими людьми, которые или симпатизировали, или вернулись. И вот две группы, которые я объединяю под фразами, которые мне говорили, объясняя свой интерес или свое участие. Хоникфи Харака, там есть действие, то есть там активно, там интересно, да, это особая группа людей. И вторая группа Завач Асхаль, то есть там легче жениться. Социальная проблема, а это вот Хоникфи Харака, я не знаю, как объяснить. И еще один пример, дней пять тому назад я говорил с одним очень интересным, активным бизнесменом, мультимиллионером, христианином, который много лет работал в Сирии, Ливане и Ордане. Сейчас он прилетает туда только на одну ночь. Он говорит, я не боюсь того, что меня могут убить, меня не убьют, я им нужен, но меня возьмут заложники. Понимаете, это совершенно уже особый вид насилия. То есть я хочу сказать, что из-за всего этого появилось много людей, которые абсолютно никакими не идеологическими, не социальными причинами не мотивированы. Они просто бандиты. Эти бандиты объединяются в группы, и многое из того, что происходит в Алеппо, да, и многое, что мы говорим, этнические зачистки и так далее, многое объясняется именно чисто бандитскими наклонностями. Во всяком случае информация из армянских кварталов в Алеппо именно об этом и говорит. Еще маленькая такая... Харуна Рашид один год совершал компанию поход на Византию, а второй год он шел в хадж, совершал хадж. То есть идеологически совершенно понятно, да, уравнивает. Спасибо. Спасибо большое. Анатолий Дмитриевич, если можно очень коротко. Хотел бы сделать небольшое замечание. У Василия Александровича употреблен прям термин насилие. И тем самым уважаемый докладчик в своем интересном, безусловно, сообщении ограничил степень возможностей, которыми располагает правитель. Конечно, речь идет не только о правителе, но я бы употребил термин принуждения, да, как в каждом, ну скажем так, государственном государстве или халифате в распоряжении правителя правящих групп должно быть набор мер, которые заставляют общество, индивиду, подчиняться определенной воле, да. И они, конечно, не сводятся обязательно к насилию. Коран достаточно полон таких примеров, в которых Аллах устами пророка Мухаммада говорит о различного рода мерах. Они не систематизированы, безусловно. Можно найти в Суре-9 множество примеров. Бейте, сбивайте там и так далее. Но одновременно есть и другие примеры. Их, кстати говоря, сегодня как раз призывали изучать. Вот я просто развиваю ваши сообщения, вы практически подошли к этому. И хотел бы обратить внимание, согласившись с Леонидом Рудольфовичем, о том, что необходимо иметь определенный набор мер преобразования ислама, скажем, с его экстремистских течений, предотвращения, точнее говоря, экстремизма в исламе другими мерами. Вот вы выразили сомнение некоторое по поводу отсутствия этих мер. Должен сказать, что присутствующий здесь Тауфик Ибрагим может запросто оспорить это высказывание. Достаточно обратиться к его книге, уважаемому докторам наук, которая называется «Коранический исламисм». Если мы что-то хорошим. Вот такая вот книга. И сегодня как раз по этому поводу говорил один из... Да. Анатолий Иванович, я очень извиняюсь, если можно, короче. Всё, я вам сказал. Спасибо. Спасибо.